Дорогой друг, приветствую тебя на канале Миллениум. Меня зовут Яна, и в сегодняшнем видео я отвечу на вопрос, является ли компания Краун Ван разводом и лохотроном. На запись этого видео меня вдохновила одна девушка, которая, к слову сказать, стала позже моим партнером. И у нее были очень большие сомнения по поводу этой компании. Почему? Потому что когда она услышала о ней, ее стали одолевать всяческие сомнения. Она, конечно же, зашла первым делом в интернет Google и стала искать сайты по запросу «Крауд Ван – это развод, Крауд Ван – это лохотрон». И поэтому я ей все рассказала, ответила на ее вопросы, решила снять это видео для тех, кто сомневается и думает, что Крауд Ван является разводом. Давайте перейдем на мой экран, и я зайдусь здесь в интернет. Итак, вот я зашла в Google и вбиваю в поиски «Крауд Ван» А, ну, у меня уже здесь есть «Развод». И вот у меня вышли такие ссылки. Давайте зайдем сразу в первую из них. Сразу зайдем в первую и проверим, что там написано. Так, сайт называется «Антиобман». Такое громкое название. Ну, давайте, наша цель – победить обман в интернете. Хорошая цель, благородная. Давайте почитаем. «Крауд Ван – отзывы и маркетинг проекта». Я эту одну статью прочитаю, но остальные я не буду читать, потому что они все очень похожи друг на друга. «Крауд Ван» – крайне сомнительный проект, который просто вводит пользователей в заблуждение. Отзывы и маркетинг проекта «Крауд Ван» является настоящим разводом. На первый взгляд, в особенности неопытным пользователям, может показаться, что перед ними нормальная MLM-структура, где вы якобы сможете зарабатывать, если будете вести себя активно и привлекать новых людей в проект. Тут, кстати, хочется отметить, что очень неграмотный автор, постоянно встречаются грамматические и орфографические ошибки. Ну ладно. Но это, опять же, на первый взгляд. На самом деле проект является обыкновенной финансовой пирамидой самого отвратительного типа, а именно матричного. И здесь, и за здесь будут только ушлые обмин. А, и зарабатывать, может быть, здесь будет только ушлые обмин. Ну, то есть даже человек не потрудился проверить текст на правильность. То есть сейчас в интернете множество сервисов, на которых вы можете проверить. А обманутые вкладчики просто останутся с носом. Итак, дабы не быть голословными, давайте разбираться и рассмотрим проект более детально. Итак, тут на сайте написано обман. Так, на этот раз мы имеем дело сразу с двумя сайтами, которые находятся в разных доменах. Но в целом они абсолютно идентичны друг другу, но дизайн немного изменен. Для чего жулики то сделали? Все просто, чтобы охватить как можно больше пользователей в сети. А также, ой, мои глаза болят от обилия этих ошибок. Ну ладно. Если вдруг один сайт накроется медным тазом из-за наплыва негативных отзывов, то всегда останется второй. Кстати, качество сайтов, конечно, оставляет желать лучшего, поскольку они оба шаблонные и сделаны на скорую руку. Такой момент происходит по нескольким причинам. Во-первых, аферистов в первую очередь интересуют именно деньги из вашего кармана. Во-вторых, они прекрасно понимают, что ресурс подобного качества долго не протянет. Поэтому не видят особого смысла вкладывать сюда деньги. Так, вот что пишут об этом в рекламных комментариях. «Краудман является одной из первых компаний, дающей возможность получения партнерских доходов от крупнейших мировых игровых компаний, разработчиков игр онлайн». Это все, конечно, левая легенда, которая ничего общего не имеет с реальностью. А кто это сказал? Где ссылочки на то, что ничего общего не имеется с реальностью? Нам человек не потрудился привести. Вот это он приводит, вот это снимок экрана с сайта «Краудман.ру». Этот человек просто является партнером компании «Краудман». Он просто подсуетился, купил вот этот сайт «Краудман.ру» и себя рекламирует. Хотя он поступает очень нечестно. И если вот партнеры смотрят, если у вас есть желание, можете на него нажаловаться, его могут даже терминировать из компании. Это оговорено в договоре. Так, далее. Проект «Краудман» предлагает принять участие в глобальном краудмаркетинг. Вскользь упоминаются возможности создания игровой платформы, с которой вы будете получать прибыл. Наглая и нелогичная ложь. И люди, которые хоть раз играли в онлайн-игры, прекрасно поймут, что проект их просто нагло водит за нос и обманывает. Такие громкие слова, но какие подтверждения, какое основание так заверять, что это наглая ложь? Оснований никаких я не увидела. Краудмаркетинг «Краудман» очень сомнительный. В первую очередь нужно сказать, что практически все, кто принимает участие в сетевом бизнесе, больше теряют. А вот здесь уже это и наезд конкретно на сетевые компании. То есть человек хочет нам сказать, что все сетевые компании – это обман. Ну, так и напиши в своем сайте, что все сетевые компании – это наглый развод и обман. Это уже личное дело каждого. Но называть MLM-индустрию, в которой сейчас работают тысячи компаний по всему миру, но это, по крайней мере, непрофессионально. Человек автоматически сюда включает и те компании, которые уже существуют больше 10-20 лет, такие как Avon, Herbalife, Cepter. Все это являются мошенниками, на взгляд, этого человека. Ну, хорошо, это право каждого человека иметь свою точку зрения. Но просто автор должен был указать, что в моем понимании сетевой маркетинг – это что там написано? Что люди больше теряют, чем зарабатывают. Заработок на первых порах только вымышленный, поскольку вы сможете хоть что-то заработать, если втюхаете никому не нужную продукцию своим родственникам. Ужасно написано, вообще не проверяли предложение. Но что делать, когда эти люди закончатся? Как могут люди закончиться? Я не понимаю вот этот момент. Хорошо, твои знакомые могут закончиться, которых ты приглашаешь, естественно, у тебя круг ограниченный, но людей на Земле 8 миллиардов, и практически, я не знаю, по-моему, больше чем у половины есть выход в интернет. Сейчас вот такие возможности, что в интернете может зарабатывать любой человек, и он может… Я за секунду могу позвонить своей подружке в Америку, за секунду могу позвонить своей подружке в Новую Зеландию. Сейчас нету таких ограничений. То есть и так же и работать мы можем по всему миру. Так, хорошо. То есть разобрались, да, как это люди закончатся? Люди закончатся не могут, потому что кто-то теряет работу, кто-то переезжает, кто-то, допустим, в декрет уходит, кто-то вынужден сидеть дома. У людей меняются обстоятельства, у людей меняется взгляд на жизнь. Да, то есть даже если вы весь, предположим, мир покрыли, и ему на сегодня не нравится сетевой маркетинг, то через год у этого человека может быть абсолютно другой мир, даже через месяц, уверяю вас. Так, что касается Краудван, то дела обстоят еще хуже, еще хуже, чем у кого непонятно. Компания начала действовать только в 2019 году. Офис якобы в Дубае, ОАЭ. Данных о юридическом лице нет. Кому принадлежит компания и кто ее владелец. И вот здесь я прервусь, и давайте зайдем на сайт Краудван. Вот у меня здесь, я уже заходила на этот сайт, я на нем постоянно нахожусь. Так, вот главная страничка Краудван. Сюда мы вниз пролистаем, и увидим ссылочки. Вот сразу здесь, кстати, написано адрес, улица, город, Мадрид, Испания, и Tax ID Number. Это налоговый номер, зарегистрированный в Европейском Союзе. Пожалуйста, вот это уже данная информация. Дальше мы заходим на вкладочку About Us. И вот здесь компания рассказывает о себе. И вот, пожалуйста, вот Visit ICT. Кстати, ICT это Impact Crowd Technology. То есть компания зарегистрирована официально под этим именем. Impact Crowd Technology. Вот, давайте зайдем на этот сайт. Пожалуйста, вот Impact Crowd Technology. Здесь все о ней написано. Ее миссия, ее стратегия, что это, как это, почему именно в сетевом маркетинге, почему такой продукт, что входит, какие наименования входят, какие будут. Вот, пожалуйста, да, вот ценности, вот контактная информация. Да, человек сомневался, что есть. Пожалуйста, вот контактная информация, название компании, где находится Tax Number, What Number, адрес, имейл. Все, пожалуйста, контакты. При желании вы можете зайти, сходить в этот офис и так далее. Так, дальше что мы читали? А, вот, данных о юридическом лице нет. Кому принадлежит компания, кто ее владелец, владелец известен. Кто это? Йонас Эрик Вернер, генеральный директор, Йохан Стайл фон Холлштайн. Если вы это имя не слышали, то его имя, оно вообще-то находится в Википедии. Вы можете зайти в Википедию, вбить его имя и проверить, что он действительно зарегистрирован. Информация о нем есть в Википедии, вы можете ее проверить. И имейте в виду, что это человек масштаба суперзвезды в Швеции. То есть это не просто человек какой-то, непонятно, да, непонятно, на чем заработавший деньги. Этот человек крайне известен, он как мегазвезда в Швеции. Так, здесь нет ни слова об этом. Ну, может быть, это данные старые у этого человека, я не знаю. Так, а где, господа аферисты, лицензия на осуществление деятельности? Ну, и лицензия я вам показала, да? Этого тоже здесь нет. А следовательно, о каком сотрудничестве может вообще идти речь? Если у проекта даже нормальной юридической, если у проекта даже нет нормальной юридической основы. Вывод, вывод, слушаем. Краудван лохотрон, который вводит многих пользователей в заблуждение. Ничего заработать вы здесь не сможете. Человек утверждает, как со знанием дела. Будьте осторожны и проходите мимо подобных предложений в сети, предупредите своих близких. Так, и самое интересное в этом сайте находится ниже. В интернете много обмана. Ангелочек, сразу тут нимб такой должен закружиться тут головой. В интернете много обмана, но есть и проверенный заработок. На сайте создана отдельная рубрика «Проверенный заработок». И вот мы здесь на нее нажмем и можем пройти. Так, и вот сюда я нас в самый верх прокручу. Посмотрите. Обман в интернете. Здесь все компании, которые как-то гремят в интернете и осмотрены специалистом, который даже грамматически неверно все пишет, который даже русский язык не очень хорошо знает. Но дальше у нас есть проверенный заработок. То есть туда не ходите, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Заходим в проверенный заработок. И, пожалуйста, вот можете поставить на спортивные ставки, ставки «bet», «iqbet». А, ну тут, в принципе, и выбора нет, тут только одна. Один способ заработка – это «iqbet». Ну вот, сделали вам рекламу. Спасибо, скажите, неграмотные создатели этого сайта. Так, хорошо, этот сайт проверили. Давайте зайдем в следующий. Я дальше подробно читать не буду, у них приблизительно одинаковый текст. Ну, можете сами так же вбить и проверить. True, а этот назывался «Антиобман». Вот мне интересно, лицензию им кто давал? Бог или кто? Какой-то специалист по знаниям, какой-то проверятель обмана. Вот эти, у них сертификат есть на то, что они чистую правду говорят «Антиобман». Есть дальше «True Info». Давайте зайдем тоже. True – это правда, да? True Info – правдивая информация. Видимо, тоже с лицензией люди, от того, кто раздает лицензию на то, что мы узнаем здесь правду. Так, True Info – лохотрон. Вот, Crowd1 пишем, читаем. Вот опять они приводят crowd1.ru, это вот этого человека, партнера сайт. Все-таки нам надо нажаловаться как партнером, возмутиться этим, потому что человек не имеет права использовать официальное имя. Компания не в названии сайта, никак он не может выдавать себя за официального представителя этой компании. Мы все независимые партнеры. Я независимый партнер, все, кто подключились, все миллионеры, которые зарабатывают в этой компании, мы все независимые партнеры. Independent Affiliates, да? Так, Crowd1 представляет собой проект. Здесь, так, ну, тоже, вот смотрите, голословное утверждение, сайт Crowd1 ни о чем. По факту это тоже рекрутинговая страничка, так как кроме рекламной воды там ничего нет, только форма регистрации. Ну, понятно, да, это партнер сделал, видимо, сэкономил деньги. Так, есть связь только с Алексеем Агарковым, ну, вот это вот, видимо, тот нарушитель правил, правда, через скайп и социальные сети с менеджерами, с мессенджерами. Так, обзоры разоблачения. Так, что от нас требуется? Привезти на игровые платформы. Так, ну ладно, Crowd1 это мошенничество. На данный момент у Crowd1 есть определенное количество отзывов, которые, конечно же, конечно же, исключительно негативные. Вы будете привлекать таких же лопухов, как и сами, а жулики на этом зарабатывают. Кроме того, вам будут рисовать прибыль, причем огромными неестественными суммами, но когда вы захотите вывести свой якобы заработок, то вас, с вас начнут требовать деньги за оплату тех или иных услуг. Ну, вот здесь я могу сказать, что человек не ошибся в том, что если вы будете выводить деньги через Crowd1, из Crowd1 через банковский счет, то банк именно локальную комиссию будет брать. Ну, партнеры говорят, что это где-то 500 рублей у кого-то, у кого-то 1000 рублей, в зависимости от банка. Я слышала, что те люди, которые находятся в Испании, с самой низкой комиссии выводят через банк. Но деньги выводятся через банк, через биткоин, и внутренний у нас там есть механизм один, но о нем не будем. Так, ладно. В итоге имеем лохотрон, фейковую компанию, которая занимается разве что тем, что собирает деньги с доверчивых участников, мечтающих о халяве. Сомнительная перспектива заработка, прямо скажем. Ну, о халяве, о халяве не о халяве, но хорошо жить хотят все, согласитесь. Все деньги хотят зарабатывать. Но для того, чтобы зарабатывать в сетевом маркетинге, работать все равно приходится. И работать приходится немало, и даже больше, чем зачастую, чем на обычной работе с 8 до 6. Так что о халяве здесь речи нет. А то и все, кто сетевики, все, кто работали в сфере сетевого бизнеса, они знают, что это работа. Халявы. О халяве никто не мечтает. И в Крауд One, более того, не обещают никакой халявы. То есть вам сразу так говорят. Если вы будете активными, если вы будете работать, если у вас есть цель, вы хотите зарабатывать деньги здесь, то вам придется поработать, пригласить людей и с этого получать свои проценты. Так, сомнительная перспектива, прямо скажем. Ни в коем случае, вердикт, ни в коем случае не связывайтесь с Крауд One, потому что это обман и развод на деньги. Обычный лохотрон, обещающий нам халяву. Дальше идут комментарии. Давайте почитаем комментарии. Значит, Рафаэль, обратите внимание, 16 апреля в 13.28. Я потерял деньги в Крауд One, и все пошло крахом. Супруга ушла, долги висят, на связь мошенники не выходят, не вздумайте начинать. Ну, да предположим, что это правдивый комментарий, но при чем здесь то, что супруга ушла, при чем здесь долги висят. Вы знаете, что минимальный вход в компанию это составляет 100 евро. Да, то есть здесь никто с вас ни тысячу, ни 10 тысяч не требует. Ну, если у человека 100 долларов, 100 евро ему приходится брать в долг, то, возможно, стоит подумать, может, действительно не стоит входить в компанию, потому что, ну, как-то последними деньгами, последние деньги вкладывать в компанию, ну, я бы вот побоялась, например, да, то есть я бы не брала ни у кого, ни в долг бы, ни в банке бы кредит не брала. То есть если человек берет в долг или в кредит какую-то сумму для того, чтобы на ней заработать, он должен 100% знать, что эта сумма вернется, да. Но в MLM-индустрии, в сетевом бизнесе все зависит от ваших усилий, да. Ну, конечно, есть еще и перспективы рынка, да, то есть если рынок растет, если рынок развивается, это одно. Но, кроме того, от вас все зависит, да, то есть если вы работаете, если вы не ленитесь, вы зарабатываете. А если вы заплатили деньги, сидите, заплатили 100 долларов и ждете 100 тысяч, просто так сидя, то вряд ли вы что-то заработаете, да. Так что, ну, этот комментарий смахивает на неправду, но давайте почитаем дальше. Дальше пишет человек в 17.04, 17 апреля в 01.25. Аккуратно, мошенники, хайп-проект, нереально вывести средства. Дальше Ольга пишет, в эту же минуту, в час, а не, через две минуты, в час двадцати обманули, забрали 65 тысяч рублей и пропали. Дальше, это же число, это же время 01.27, уже Александр Прохоров вместо Ольги работал с компанией 3 недели, пополнил счета, счет на 3 тысячи, и когда поставил на вывод 357 долларов, вывод отклонили, и на связь кто не выходит и не отвечает, а просто игнорирует. Я поздно начал читать отзывы, но я вижу, у нас много, ребята. Очень жаль, что поздно наткнулся на такие отзывы. Опасность кидал, и не рекомендую, мошенники. Так, дополнил счет на 3 тысячи евро, непонятно, зачем он это сделал, условных единиц, причем у нас нет никаких условных единиц, и когда поставил на выход 357 всего лишь, то вывод отклонили. Ну, тоже непонятно, почему так, и как это такое возможно. Ну, хорошо, ладно. Обратите внимание, следующий у нас клукс какой-то, такая же дата, это же время, 1 час 27, не минутой позже, мошенники и аферисты. Следующий комментарий, 17.04 в час 27, очередной хайп проект, ни в коем случае не рекомендую, лохотрон. Следующий комментарий, в эту же секунду, вы представляете, в эту же секунду написали 5 человек комментарий, не выплачиваю деньги. Да? Теперь давайте попробуем оставить там мой комментарий. Да, вот сюда так введем. Та-та-та. 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 Та-та-та-та. Так, и вот сюда комментарий попробуем ввести. Давайте отправим его. Ваш комментарий ожидает одобрения. Это его предварительный просмотр. Комментарий станет видимым для всех после одобрения. Да, то есть понятно, почему других комментариев, кроме негативных, нет. Очень хорошая фильтрация у этого сайта. Так, ну давайте посмотрим, что же он хочет от нас, да, TrueInfo. Ну, то есть мы поняли, да, что сайт Crowd1 это обманщики, мошенники, но нам TrueInfo предлагает избавление, он нам предлагает рекомендуемые. У него здесь есть волшебная вкладочка. Рекомендуемые. Ну, даже смешно, да, вот есть вкладочка лохотрон, а есть рекомендуемые. И, пожалуйста, здесь вот вы можете выбрать на любой вкус и цвет те компании, которые вам рекомендуют данный сайт, которому выдано сверху лицензия о том, что он говорит правду, исключительно правду, и ничего, кроме правды. Ну, то есть вы понимаете, да, технологию? Все эти сайты, которые пишут «Развод» и «Лохотрон», они пользуются славой, пользуются тем, что Crowd1 сейчас стал, сейчас он просто мегапопулярный. Они пользуются этим для чего? Для того, чтобы привлечь людей просто к себе, да? Ну, то есть, ну, верить этим сайтам, да? Ну, то есть вы просто включаете критическое мышление и просто реально проверяйте информацию по фактам, да? Дальше. Скамзон. Ну, я не буду в каждый заходить, потому что этот ролик затянется. То же самое, смотрите, вот здесь вот конец, опять плохие отзывы, все плохо-плохо. Ну, вот смотрите, я не рекомендую данный проект. Обратите внимание, на нашем сайте есть большой раздел с проверенными курсами. Каждую схему наша компания проверяет на себе не меньше месяца, прежде чем порекомендовать ее вам. Ну, то есть, понятно, да? Людей, которые заинтересовались в Краудуан, привлекают к себе другими. Так, здесь что у нас? MLM Co. Так, MLM Co. Это что тут у нас? Ну, это у нас... А, это, я так поняла, MLMщиков сайт. А, и, кстати, здесь у Краудуана неплохой рейтинг, да? Хорошо, смотрите, развивается, статус развивается. Вот представители. Так, ладно. Дальше все брокеры. Точка.ру. Обман, обман. Да, давайте сразу вниз провиснем. Так. Ну, вот, видите, следующая запись гумза заработок в интернете, да? Сразу, то есть, нас перекидывают там, где лучше зарабатывать. То есть, не рекомендую те, кто зарабатывают другими способами, и они-то здесь... Ну, в общем, вот так вот, можно походить, почитать эти отзывы, и понять, да, что большинство... Ну, я не знаю, все не читала, я не могу утверждать, что они все там ничем не основываясь, поливают ее. Ну, не буду выражаться, да, чем. Ну, компанию просто... Пользуются славой компании для того, чтобы самим зарабатывать деньги. Краудван, это не развод, на самом деле, не лохотрон, и то, что не надо сюда бояться присоединяться. Компания надежная, компания зарегистрирована в Испании, все я показала, у нее есть регистрационные номера, налоговые, лидеры ее известны, поэтому бояться нечего, риск тут наименьший. Единственный здесь риск есть, что это же все рассчитано на будущее, на рост именно индустрии онлайн-игр. Но как вы думаете, онлайн-игры, они в ближайшее время будут идти на спад? Я не знаю, мне вот кажется, вот лично, почему я, да, решила в эту компанию прийти, что этот человек знает, что делает, да, основатель компании и генеральный директор, они знают, с чем они связались, они знают, что они делают, и доказывают свою правоту тем, что уже на сегодняшний день более трех с половиной миллионов присоединились в компанию. Если вам нравится компания Crowd1 и вы уже определились у себя в душе, но ищите сейчас хорошего лидера для себя, я вам предлагаю, конечно же, выбрать меня. У меня уже есть своя команда, мы вместе работаем, у нас постоянные созвоны, постоянные зумы, мы общаемся, друг друга мотивируем, друг друга поддерживаем, у нас есть обучение, так что приходите, буду рада. Благодарю за внимание, если вам понравилось видео, поставьте пальчики вверх и подпишитесь. «Благодарю за внимание»! «Благодарю за внимание»!